Областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья проводит мониторных объектов гандлю и громадского хорчевания. Головная мета – контроль за выполнением супрацепидемических мероприемств. С выниками проверок ознайомились наши корреспонденты. Сейчас в Гомельской области работает больше 16 тысяч объектов гандлю, свыше 7,5 тысяч, из которых непосредственно крамы. Бывает, наибольшая частая заувага до них – отсутность так называемого ранешнего фильтра, кали перед пошатком работы проводится бесконтактная термометрия супрацовников. А про шатагов, не которых крамах, які гандлююсь не харчовой продукцией, а значены факты, кали продавцы не корыстаются масками. Правда, тысячацах это больше не вельми великих гандлёвых кропок. А вот с чем приходится постоянно сутыкаться самим продавцам – одмова от выкорастания тех же масок, не которыми покупниками. Во поздний час их стало значно меньше, але выключениями такие выпадки не з'являются. Зарегистрованные факты, кали кассиры одмовляются обслуговывать таких покупников. Але пакуль – основная мера профилактичная. Кали людей просят притремливаться супротепидемичных рекомендаций. Основная масса людей, конечно же, приходят в масках, так как они уже ознакомлены с этими требованиями. Но есть, конечно, люди, которые не готовы носить маски и очень возмущаются. Но в основном все реагируют положительно. У кого нет маски, они приобретают, но в основном пользуются масками. С работниками крам покупники, звычайно, не спрашаются. Але казать, что маски носить усе без выключения, поколи все ж таки нельга. Пришим, не заусюду это святое, не выполнение рекомендаций. А при шатах многие лишатся достатковой мерой захования так званой социальной дистанции. Иногда бывает тяжеловато, особенно, когда нос заложен. Тогда бывает, конечно, тяжеловато. Когда в магазины захожу, обычно одеваю там, где много людей. Ну а так по улице обычно на них не хожу. Наявность дезсродков при выходе у крамы, в использовании сродков аховы, разметка для захования социальной дистанции и памятки. Об необходимости выполнения суперцепидемичных мероприемств. Для объекта УГАН для Гомельской области сегодня это уже обовязковое правило. Прикладное тое ж можно обказать и об объектах рамазского охаршавания. На Гомельщине их зараз около 2700. Правда, тут есть свои особенности. Когда мерковать по вынекам мониторинга санитарных службов, шмат день не выполняется потребование по штуденой опросовцы дезинфицирующими сродками залов. Теоретично и она должна работать двоече, днем и после закончения работы. Но шмат у кого в реальности нема новодостатковой колькости антивирусных ваткостей. И это не одиночное порушение, которое выявляется в кафе, барах, столовых и ресторанах. Что касается объектов общественного питания, здесь тоже имеются такие нарушения, как непроведение утреннего фильтра работников в начале рабочего дня, недостаточный запас средств и отмечаем нерегулярную уборку обеденных залов с применением дезинфицирующих средств, либо недостаточный объем обработки средствами, имеющих поверхности в обеденных залах. Алисин Зюров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель».